По сравнению с 2023 годом, в текущем году за счет субсидирования на 25% увеличился пассажиропоток на внутриобластных маршрутах. Для обеспечения детей из малообеспеченных семей бесплатным проездом выделено более 178 миллионов тенге. В следующем году список льготников планируется расширить. Предусматривается на междугородних и межрайонных маршрутах ввести бесплатный проезд для многодетных матерей, награжденных подвесками Алтыналка, Кумысылка, Мать-Героиня, Материнская Слава 1 и 2 степени. Какие проекты планируют реализовать в Восточно-Казахстанской области для развития железнодорожной и авиационной инфраструктуры, расскажем в следующем материале. Особым спросом среди населения пользуются субсидированные железнодорожные маршруты Оськимен-1 Алтай, Оськимен-1 Ридер. Ежегодный объем пассажиропотока составляет более 80 тысяч пассажиров. С областного центра регулярно осуществляется железнодорожное сообщение в направлении городов Астана-Алма-Аты. В текущем году с учетом пожеланий жителей Восточно-Казахстанской области, после нескольких лет перерыва будет возобновлено железнодорожное сообщение по маршруту Новосибирск-Ридер. С декабря 2024 года запланирован запуск железнодорожного маршрута Новосибирск-Ридер с периодичностью курсирования один раз в четыре дня. Стоит отметить, что в текущем году АОНК Казахстан-Темыржулы в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры подготавливается проектно-сметная документация на капитальный ремонт вокзала Оськимен-1. В Восточно-Казахстанской области большое внимание уделено развитию авиамаршрутов. В первую очередь это коснётся популярных туристических направлений. Сейчас прорабатываются вопросы строительства новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах. Для строительства аэропорта в Катон-Карагайском районе выбран земельный участок между населёнными пунктами Солдатова и Орнек вблизи автомобильной дороги Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 километров. До села Улькен-Нарын составляет 54 километра. В Зайсанском районе выбран земельный участок бывшего военного аэродрома Сатпай вблизи автомобильной дороги Омск-Майкопчигай. Расстояние от места строительства до города Зайсан составляет 25 километров. До села Акжар составляет 85 километров. На начальном этапе запланировано строительство аэропортов с взлётно-посадочными полосами длиной 2200 метров для воздушных судов типа «Фоккер-50», «Бомбардир» и других аналогичного типа с вместимостью до 80 пассажиров. В перспективе при повышении спроса на авиасообщение длина взлётно-посадочных полос будет увеличена для эксплуатации воздушных судов вместимостью до 180 пассажиров. Благодаря строительству аэропортов планируется охватить авиасообщением населённые пункты Катон-Карагайского, Зайсанского, Тарбогатайского районов и района Укен-Арын.